Я знала, что он здесь. В школьные каникулы зрительный зал в Якшурбодии не пустое даже днём. Ученики местной школы здесь частые посетители. Тем более многие из них могут купить билет по Пушкинской карте. Соня Савинова средства со своей карты пока тратит исключительно на походы в кино. Вообще я не любитель всяких спектаклей, но в кино можно сходить на разные кино, мультики. С этого февраля по Пушкинской карте школьники могут посмотреть все фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры России. В Бодинском кинозале пока было продано не так много билетов по этой программе. В основном местный зритель предпочитает мультфильмы. По Пушкинской карте мы начали работать совершенно недавно, 22 февраля этого года. И всего продали мы пока 32 билета. То есть не так много, как хотелось бы. Но тихонько людей сейчас информируем уже и уже начинают ходить ребята. И скоро, думаю, будут целые классы уже. Заинтересовать детей не только мультфильмами, но и театральными постановками и музейными выставками можно, уверен и педагог местной школы. Здесь Пушкинская карта как нельзя кстати. Ведь чтобы добраться до музея, школьникам с районов приходится ехать в город. А это дополнительные затраты для родителей. Не всем это по карману. Зачастую, когда наших детей из деревни, из Бодье, пытаешься вывезти в ЖЭСК, первое, что становится интересно, это батуты, лазертак и все остальное. Ну и, соответственно, родители тоже не готовы тратиться часто. Нам нужно потратиться на автобус, плюс на само мероприятие. Пушкинская карта дает возможность сходить бесплатно на спектакли. Если у нас хотя бы две трети класса получат паспорт, это будет на будущий год, я веду седьмой класс. И мы сможем бесплатно посещать мероприятие, мы, соответственно, сможем выбираться на спектакли. Мы сможем составить музейную программу отличную. В планах педагога свозить детей в Свияжск и другие города России. Пушкинская карта не имеет территориальных границ. В этом году на баланс культурной карты каждого молодого человека с 14 до 22 лет включительно поступило 5000 рублей. Анна Ковырзина, Елена Слесарева, Павел Яскин. Новости.